Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ новости. В студии Гульмира Тимиргалиева. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о главном. Кадровые решения. В Управлении по развитию языков Алматинской области новый руководитель. Секта или религиозная община. Бывший последователь свидетелей Яговы разочаровался в религиозном течении. Искусство не подвластно пандемии. На подмостках областного театра готовится постановка спектакля о Великой Отечественной войне. Кадры решают все. Распоряжением главы края Керембек Булат Бакбергенулы назначен руководителем управления по развитию языков Алматинской области. Он родился в 1982 году. Окончил Житесузский государственный университет имени Ильяса Женсугурова, Московский государственный университет имени Ломоносова. Является магистром по направлению государственное и муниципальное управление. Трудовую деятельность начал заведующий сектором Талдыкурганского городского представительства партии ОТАН. В разные годы работал ведущим, главным специалистом, начальником отдела управления развития языков города Нур-Султан, экспертом, консультантом отдела внутренней политики администрации президента. Последняя должность – инспектор отдела внутренней политики администрации президента Республики Казахстан. Заместитель Акималматинской области Рустам Али пожелал успехов и больших свершений Булату Керембеку на новом поприще. Я приложу все усилия на новой должности. Передо мной стоят четкие задачи, поставленные руководством области. Впереди немало работы. Совместными усилиями будем планомерно достигать поставленные цели во благо общества. Около 8 миллионов человек во всем мире являются свидетелями Яговы. В России такие организации признаны экстремистскими и их деятельность на территории страны под запретом. В Казахстане же это религиозное течение не запрещено и имеет около 15 тысяч последователей. Герой этого сюжета пробыл в организации 9 лет. Он рассказал, как устроена жизнь свидетеля Яговы, что она меняет в судьбе своих адептов и, главное, почему из нее так трудно вырваться. Александр Никитенко посвятил 9 лет своей жизни христианской организации свидетелей Яговы. Покинуть общину мужчине удалось в августе текущего года. Возвращаясь в прошлое, Александр вспоминает, что у него была квартира и цветочный бизнес. Но все изменилось после того, как товарищ, которому мужчина доверял, позвал его на очередное собрание свидетелей Яговы, которое посещал сам. Интересна методика работы свидетелей Яговы в плане проповеди, в плане привлечения новых членов. Нередко используется кризисное состояние человека. То есть кто-то потерял работу, кто-то потерял близкого человека, ну, умер кто-то, какие-то произошли в жизни катаклизмы. Очень сильно влияет на то, что человек, будучи в кризисном, уязвимом положении, он принимает осознанное решение войти в организацию свидетелей Яговы. Они находят решение и ответы на любые его вопросы, и он видит определенную руку Бога в этом, уверяет себя в этом, что это так и есть, и становится свидетелем Яговы. Со временем он становится официально свидетелем Яговы, то есть он крестится и продолжает ту же деятельность, под которую он в свое время попал. Отдавая все силы служению, общине и помощи братьям и сестрам в организации, Александр Никитенко стал терять доход с бизнеса. Появились финансовые трудности. Однако свидетели Яговы уверены, что материальные блага не принесут счастья. Важно лишь то, что приносит пользу общине. Переломный момент в жизни мужчины произошел в 2019 году. Тогда появились сомнения в деятельности организации, и Александр решил ее покинуть. Эти вопросы начали назревать. Почему этот брат так себя повел, почему эта сестра так себя повела. Можно было бы вот так отмахнуться и сказать, ну это все несовершенство. Они все так и говорят. То есть самая главная отмазка на вопрос, почему вы так себя ведете, это мы же несовершенны. Окончательно меня добил тот момент, когда я выяснил, что своими внутренними рекомендациями и своими внутренними инструкциями организация свидетелей Яговы поддерживает сокрытие и покрывание фактов педофилии по всему миру. То есть когда я столкнулся первый раз с этой темой здесь, в Алматы, для меня это был такой шок. Когда скрывается, что, например, в Европе старейшин снимают с должности, потому что они передали педофила полиции, их за это сняли с должности старейшин, возникают резонные вопросы, а так ли все гладко. Сейчас Александр Никитенко налаживает собственную жизнь. Он получил помощь психолога и занялся актерским мастерством в театре. Мужчина признается, что процесс восстановления, особенно психологического состояния, займет время и усилия. Но я со всем справлюсь, уверен он. Аделя Кжаркенова, Гербол Атантелов, телеканал ЖИЦУ. Вечная память. Руководство департамента по ЧС Алматинской области посещает семьи спасателей, погибших при выполнении служебного долга. Напомним, с момента создания органа гражданской защиты, трое сотрудников погибли с честью, исполняя профессиональный долг. Память коллег почтили в рамках 25-летнего юбилея. Старшина Айсажан Кошамбердиев погиб в августе 2015 года. Во время тушения пожара на новое строение упал высоковольтный провод. Айсажан, спасая коллег от удара током, отбросил искрящиеся провода в сторону, но сам получил смертельный удар электричества. У Айсажана Кошамбердиева остались двое сыновей и дочь, которые гордятся своим отцом. Я хочу поблагодарить службу МЧС, что пришли поздравить нас с 25-летием, что не забывают нас. Всегда приходят, поздравляют, помогают всегда. В нашем панфиловском районе в 21-й части пожарной службы служил Айсажан Кошамбердиев. Он был отличным сотрудником, честным, трудолюбивым, отзывчивым. Он настоящий герой. Мы до сих пор скорбим по его потере. Сержант Александр Клеменчук из Каскелена погиб в августе 2007 года при тушении степного пожара. Когда ветер резко поменял направление, пожарный в считанные секунды оказался огружен пламенем. Увы, выбраться из огненного кольца ему не удалось. В ноябре того же года во время тренировок остановилось сердце у старшины Халыма Стамбекова из Нарнкола. В рамках празднования 25-летнего юбилея сотрудники ДЧС посетили семьи бывших сослуживцев и оказали материальную помощь. Мы посещаем наших погибших коллег не только в праздники, но и в обычные дни. Рассказываем детям, какой мужественный и храбрый отец у них был. Стараемся подбодрить. Уверен, что они вырастут такими ответственными и трудолюбивыми, как и их отцы. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах, отмечают коллеги погибших. Они – пример мужества и патриотизма для подрастающего поколения. Дамир Анитов, предсодействие Департамента ПЧС Алматинской области. На 48% снизились преступления среди несовершеннолетних Алматинской области. Если за 9 месяцев прошлого года было совершено 217 правонарушений, то за аналогичный период 2020-го зарегистрировано 110 фактов. Чаще всего нарушения касались краж имущества. Улучшение показателя наблюдается на фоне постоянных рейдовых мероприятий и профилактических бесед, отмечают ответственные лица. Немаловажную роль сыграла и пандемия коронавируса, так как дети в основном не выходили на улицы, а развлекательные учреждения были закрыты. Инспекторами ювенальной полиции правовая разъяснительная работа проводится в дистанционном режиме, то есть в онлайн режиме, так как учебный процесс также организован в онлайн режиме. Ежемесячно каждый инспектор, закрепленный за органом, за организацией образования, на своем обслуживаемом участке, в своих школах проводит такую разъяснительную правовую работу совместно с отделами образования, администрацией школ и родительскими комитетами. Казахстанские учащиеся смогут учиться в обычном формате? Сейчас этот вопрос на рассмотрении профильных министерств сообщил глава правительства Оскар Мамин, передает НУРКИЗ со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Казахстана. В настоящее время более 2 миллионов 600 тысяч казахстанских школьников обучаются дистанционно, свыше 250 тысяч в школах со штатным режимом обучения, а около 550 тысяч в дежурных классах. На 4 октября текущего года уже зарегистрировано 136 случаев коронавирусной инфекции среди школьников. На фоне ожидаемой второй волны пандемии, переход в штатный режим создает высокий риск инфицирования COVID-19 среди учащихся педагогов и родителей. В связи со сложившейся ситуацией, вопросы поэтапного послабления и возврата к традиционной очной форме обучения на стадии рассмотрения профильных министерств. На 110 миллионов тенге оштрафовали заведение в Нур-Султане. Внушительная сумма штрафов зарегистрирована с начала пандемии, сообщает Хабар-24. Несмотря на послабление карантина, многие ограничения еще в силе, однако владельцы некоторых кафе и ресторанов столицы не следуют предписаниям главного санитарного врача. Увеселительным заведениям разрешено работать только до полуночи, в отдельных случаях до 10 вечера. Соблюдение режима карантина ежедневно проверяют сотрудники полиции Нур-Султана. Несмотря на профилактические меры, отдельные предприниматели все же нарушают санитарные требования. Преступную группу задержали в Актюбе. Сотрудники Департамента экономических расследований по Актюбинской области ликвидировали преступную группу. Ее участники долгое время занимались выпиской фиктивных счетов фактур. Однако при этом никакие работы не выполнялись, услуги не оказывались. Ущерб государству оценивается на сумму более 3,5 миллиардов тенге, передает Нур-Киезет со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана. Расследование проводилось по статье «Выписка фиктивных счетов фактур». Материалы дела уже поступили в суд для принятия решения. Ровно 4 года назад в основании будущего театра имени Бекен Римовой была заложена капсула времени. В тот же день началось строительство этого объекта. За эти годы со сцены храма искусства было презентовано немало интересных и красочных постановок. В нынешнюю пору пандемия внесла свои коррективы и в мир искусства. Как артисты главного областного театра поддерживают связь со зрителями, узнаем из материалов нашего корреспондента. Здание, соответствующее всем стандартам урбанизованного города, уже два года украшает юго-западную часть Талдыкургана, став его визитной карточкой. Экстерьер классического стиля уникален, а местные жители называют его греческим амфитеатром, ведь обег культуры может разом вместить в себя 510 человек. Первые овации посетителей театра вызвала пьеса Мухтара Уэзова «Айман Шулпан». С тех пор более 120 спектаклей было показано жителям области. Наряду с этим имели место и детские представления. В этом году ожидаются постановки и к 75-летию Великой Победы. Я удивилась, насколько быстро возвели наш новый театр. Хочу поблагодарить жителей и руководство области за вклад в будущее. Это большой подарок молодому поколению артистов. Они – главные последователи искусства. Творческий коллектив театра из года в год пополняет свои ряды. С момента открытия более 40 талантливых актёров выступили на подмостках главного театра областного центра. Драматический театр работает и во время всеобщей пандемии. В настоящее время в зал допускается не больше 80 зрителей с дистанции в два кресла. И хоть Аллык-Руганский храм искусства работает в нынешнюю пору с условием всех карантинных мер, он не перестает удивлять истинных почитателей лицедейства разнообразными постановками. Руслан Румуханбетов, Абзал Нусыпов, Телеканал ЖИЦУ. В селе Бахтыба из Кельдинского района стартовал проект по обучению местной молодежи английскому языку. Его цель – бесплатное обучение детей с особыми потребностями, а также из многодетных и малообеспеченных семей. Хотя в программе могут принять участие и взрослые. Помимо обучения языку, проект предусматривает и воспитание грамотности при общении, а также изучение культурных традиций англоязычного народа. Сельская школа имени Сакена Сейфулина распахнула двери, поддержав инициативу реализации проекта по развитию молодежного корпуса «Джез Проджект». Он реализован при поддержке Международного банка реконструкции и развития, а также Министерства образования и науки Республики Казахстан. В его рамках обучается пока 20 детей сельского округа Бактыбай. Преподавательский состав ищет новых желающих овладеть иностранным языком. Наша главная задача сейчас – это чтобы ученики овладели хотя бы уровнем элементарии. Это уровень, на котором человек уже владеет базовым знанием языка и может ясно выражаться. Но в идеале мы планируем дать нашим ученикам уровень интермедиат. На нём обучающийся уже свободно владеет языком и даже может получать на нём образование. Работа в условиях пандемии. Учебные центры практикуют дистанционное обучение. Это позволяет увеличить число слушателей. Так, языковые курсы при Корейском молодёжном центре Талдыкургана отныне посещают не только жители города, но и других регионов Казахстана. Правда, в формате онлайн. В 18 лет здесь изучают корейский и английский языки. За один год обучения проходит порядка 60 человек разного возраста. В Корейском центре практикуют ступенчатое образование по проверенным современным программам. В этом году в связи с пандемией, чтобы соблюдать все санитарные нормы, количество детей, одновременно посещающих занятия, было сокращено. Кроме того, разработаны онлайн-занятия, что в итоге позволило расширить территориальный охват обучающихся. Очень многие ребята, благодаря именно дистанционному обучению, получили гибкость в своём графике. То есть они могут выбирать и время. У нас есть ребята из других городов, которые обучаются сейчас и английскому языку, и корейскому языку. Поэтому, с одной стороны, это удобно, но достаточно многие и родители, и ребята уже, наверное, устали от обучения именно онлайн. И всё-таки они хотят вживую общаться с учителем. И мы считаем, что это всё-таки тоже более эффективно, нежели за гибкость. И мы считаем, что это очень важно. В общей сложности прошло около 100 человек. Но есть те, которые с нами от начала проекта и до последнего дня проекта работают. Результат работы, думаю, что это не только сегодня, а это в первую очередь долгосрочный. Так как те ребята, которые сейчас волонтерят, они опробовали себя как педагоги уже, навыки. Это развиваются коммуникации, общение детей из села и детей, которые студентов, которые уже выпускники ЖДСУИСКОГО государственного университета. И также учащихся старших классов Мазарбаев интеллектуальной школы города Талдыкурган. В Турецкой республике Северного Кипра в воскресенье прошли президентские выборы. На них были допущены 11 кандидатов. По предварительным данным, лидирует глава правительства самопровозглашенной республики Эрсин Татар. Он набирает около 32% голосов. За ним с небольшим отрывом идет действующий президент Мустафа Акынджи. За него проголосовали 29% избирателей. Таким образом, именно Татар и Акынджи выходят во второй тур выборов, который состоится ровно через неделю. Север Кипра был оккупирован турецкими войсками в 1974 году. На этой части острова была провозглашена республика. Однако единственной страной, которая официально признает это образование, является Турция. Она, в свою очередь, открыто поддерживает Эрсина Татара. Напомним, что победитель выборов не только возглавит общину турок-киприотов, но также будет представлять ее на международных переговорах по урегулированию проблемы разделенного острова. Вторая волна пандемии может стать масштабнее первой. Более 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано за последние сутки во Франции. Это на 10 тысяч меньше, чем сутками ранее. В общей сложности в стране было выявлено более 730 тысяч случаев инфицирования. На этой неделе в список городов, где введен максимальный уровень тревоги, попали Лион, Лиль, Гренобль и Сент-Татьен. Ранее в число зон наивысшей опасности были включены Париж, Экс-Марсель и остров Гваделупа. Рост числа заражений ускорился и в Италии, где до недавнего времени ситуация была относительно спокойной. За последние сутки в стране выявлено почти 5,5 тысяч новых случаев. За время пандемии в Италии коронавирусом заразились около 350 тысяч человек. Почти 13 тысяч новых случаев выявлено в воскресенье в Великобритании. Общее число заразившихся превысило отметку в 600 тысяч человек. Как ожидается в понедельник, премьер-министр Борис Джонсон может объявить о новых карантинных мерах. По итогам дипломатических встреч в Москве, глав МИД Армении и Азербайджана было заключено соглушение о прекращении огня в гуманитарных целях. В настоящий момент обе противостоящие стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Советник президента Азербайджана заявил, что это акт геноцида в отношении азербайджанцев, который был совершен армянскими политическими лидерами. Есть документ о прекращении огня и о перемирии в гуманитарных целях. На следующий же день армянские вооруженные силы совершают ракетную атаку в густонаселенном районе Гянджи. Это военное преступление. И это еще раз демонстрирует лицемерие армянской стороны. Пресс-секретарь армянской Минобороны Шушан Степанян опровергла заявление Баку об обстреле с территории Армении города Гянджа. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин